приветствую вас на моем канале друзья с вами тарас березовец 22 декабря 2020 года стало известно о том что расследовательская группа bellingcat которая до этого сделала фильмы о сбитии боинга мх-17 готовит новый фильм расследования который непосредственно будет касаться украины и этот фильм о так называемом деле вагнеровцев напомню предысторию этого конфликта в конце июля 2020 года стало известно о подготовке специальной особо секретной операции которую готовила главное управление разведки министерства обороны украины совместно со спецслужбами еще ряда стран христа грозев руководитель bellingcat утверждает что были задействованы спецслужбы как минимум еще трех стран в частности сша турции и израиля таким образом это должна была быть спецоперация четырех стран три из которых представляют мощнейшие разведки мира двое входят в нато соответственно натовские спецслужбы это сша и турция плюс израиль ну и наконец для украинской спецслужбы это было огромной удачей поучаствовать совместной операцией с крупнейшими разведывательные спецслужбы мира доводится далеко не каждому суть этой операции заключалась в том что путем длительного вымания представителей частной военной компании чувака вагнер иными словами 33 представителя этой чувака должны были вылететь рейсом из минска на турцию а далее на венесуэлу где как легендировалось их контрактовал неизвестный заказчик этим заказчиком выступали офицеры службы безопасности украины которые готовили эту операцию вместе с военными разведчиками и затем на борт этого самолета должен был съесть агент с был который должен был симулировать во время пролета через воздушное пространство украины эпилептический припадок самолет должны были посадить в борисполе где здесь был уже встретил спецназ сбу альфа и все эти вагнеровцы должны были естественно быть задержаны и предстать перед судом перед тем как их контрактовали на этот фиктивный контракт в венесуэле все они дали признательные показания под видеозапись это делалось видев фиктивного интервью видеоинтервью где они рассказывали о своих подвигах в кавычках конечно участие в незаконных вооруженных формированиях так называемых днр лнр и я их военных преступлениях на донбассе в том числе речь шла об их причастности ряд этих людей 28 из них это военные преступники и среди их 28 были в том числе граждане и украины и российской федерации часть из них была причастна к сбитию голландского боинга точнее малазийской голландского боинга мх-17 который потерпел крушение над донбассом в районе снежного в 2014 году естественно спецоперации такого рода готовятся очень долго о нем знает ограниченный круг лиц и как потом в конце концов выяснилось когда правда об этой спецоперации стала появляться после доклада президенту зеленскому глава его офиса андрей ермак выступил категорически против проведения подобной операции объясняя это тем якобы что готовится большой обмен заложниками с представителями террористических народных республик ну естественно представителями россии и сразу же после этого информация это из офиса президента украины стала достоянием российских спецслужб они чтобы не подставляться якобы ну то есть это все было передано комитету государственной безопасности республики беларусь которая тут же провела задержание этих вагнеровцев этих наемников на в пансионате под минском и в конце концов 32 из 33 впоследствии были переданы российской федерации несмотря на то что украина потребовала их выдачи за военное преступление но лукашенко понятно играл свою игру у него на носу были выборы это все происходило накануне выборов 9 августа естественно ему не было никакого смысла играть зеленским которого он неоднократно в своих интервью унижал и говорил том что он не испытывает нему никакого уважения но это звучало системно из его уст естественным им нужно было играть в одну игру с владимиром путиным но тут вопрос заключается в том что естественно сразу же по горячим следам когда эта информация стала достоянием общественности сделал ее таковой журналист юрий бутусов с тех пор этот скандал приобретал новые новые детали разгорался раскручивался естественно в офисе президента сам ермак и зеленский всячески пытались эту информацию за мять они препятствовали попыткам создания временной следственной комиссии войска в стенах верховной рады которая постоянно требовала создать оппозиция европейская солидарность голос вот последним еще раз повторно потребовало создание это время на следствие комиссии сопредседателя фракции европейская среда нас пётр порошенко тем не менее мы понимаем что и ермак и зеленский будет тянуть ситуацию максимально долго более того ермак связывался с руководителем беллинкета христо грозе вам это журналист из болгарии и пытался выведать у него информацию какую информацию беллинкет уже обладает на данный момент понимая что это расследование которое уже анонсировано она будет выходить на крупнейших платформах в частности на нетфликсе это расследование будет иметь просто катастрофические последствия и для лично ермака и для зеленского и в принципе для имиджа украины самое худшее в этой ситуации что наши сегодня западные союзники западные спецслужбы а также спецслужбы израиля и турции которые готовили эту операцию они точно владеют полным объемом информации и точно не дадут ей замолчать не секретом является то что россия напрямую обменяет belincat в том что они являются проектом cr якобы то что belincat работает супер секретной информации суперчувствительной правда заключается в том что действительно источники у belincat а в западных спецслужбах в том числе американских есть мы можем долго спекулировать на тему того является ли belincat действительно проектом ц.ру или других западных спецслужб но факт фактом остается у них Информация суперэксклюзивная, которой нет ни у кого и других журналистских проектов. В частности, мы знаем, как они проводили расследование по отравлению Навального. И, естественно, многие методы работы Христа Грозева и его коллег из Баленкета, они выходят далеко за рамки деятельности так называемых журналистов-расследователей. Таким объемом информации и такими методами могут обладать либо действующие, либо бывшие сотрудники спецслужб. Это однозначно. Таким образом, Баленкет является очень удобным инструментом получения и слива суперчислительной информации в любом случае от западных правительств, западных спецслужб в тех моментах, где и там выгодно. В частности, это касалось расследования по MH17. Они озвучивают самую неудобную правду, которую правительствам западным, ну просто, грубо говоря, сказать в лицо Путину бывает сложно. Баленкет это делает и понятно, что они находятся под постоянным неусыпным контролем. И вниманием со стороны российских спецслужб, в частности, Грозеву постоянно поступают угрозы. Он неоднократно сам заявлял о том, что он может стать, и чувствует опасность, что он может стать жертвой покушения со стороны российских спецслужб, которые активно используют террористические методы по устранению своих оппонентов. История та же с Навальным, с Немцовым. Вот они как бы яркие этому свидетельства. Но, тем не менее, если Грозев и его коллеги из Баленкета сотрудничают с западными спецслужбами, безусловно, они находятся под негласным контролем. И охрана их, и достать их будет, ну не то чтобы невозможно, он достаточно сложный. И как минимум, если это произойдет, Савсберецкий собор, и вот этот скандал, он покажется цветочками для представителей российских спецслужб. И именно по этой причине они до сегодняшнего дня Грозева не ликвидировали. Хотя, безусловно, если бы у них такая возможность была бы, и они знали безнаказанно, они смогут уйти, они бы уже это давно сделали. Таким образом, Ермак, который пытается выведать эту информацию Грозева, опять же, я провожу связи между Грозевым и Баленкетом, западными спецслужбами, они эту информацию, собственно говоря, и сливают. Мы можем также вспомнить визит Зеленского, нашумевший в Лондон, где его отдельно отвели в сторону, где с ним пообщался руководитель крупнейшей британской спецслужбы, одной из мощнейших разведок мира, Ми-6, и сказал о том, что в окружении президента Зеленского находятся враги и предатели. Ну, фамилия Ермака при этом прямо не называлась, но намеки все были озвучены. То есть, что мы имеем по факту? Мы имеем по факту вовлеченность спецслужбы США, Израиля, Турции в это дело, которая полностью все детали знает, они точно знают, кто слил информацию о российским спецслужбам, а те, в свою очередь, белорусским, и они знают фамилию. Далее идет проработка Зеленского Ми-6, где ему четко намекают на то, что надо убрать человека. Он этого не делает, естественно. И что потом происходит? Потом, если человек намеков не понимает, после этого заходит Баленкет со своим расследованием. Все понятно. Но я думаю, алгоритм действий совершенно очевиден. Более того, засвеченное расследование Баленкет, специально сделана утечка о том, что оно ведется. Они уже проводили съемки в Украине, и того же Юрия Бутусова записывали, и ряд других экспертов. То есть это сделается в открытую, демонстративно, намеренно для того, чтобы дать Зеленскому пути для отступления. У него уже нет. Ему отступать совершенно некуда в этой истории. Более того, если Зеленский не прислушается к этим пожеланиям и не предпримет конкретные шаги в адрес Ермака и других персонажей, которые вовлечены, и те, которые давят сегодня на Василия Бурбу, это бывший руководитель главного управления разведки, с которого сняли госохрану. Еще одно свидетельство полнейшей глупости со стороны Зеленского. Он, по сути, этим самым признает, что он в этот скандал вовлечен, он знает об всех деталях, то есть он дает все козыря в руки сегодня западных разведок и западных исследователей. Так вот, если эти все намеки, которые он получил от МИ-6, теперь от Христа Грозева из Беллинкета не будут услышаны, фильм выйдет на платформах Netflix и других крупнейших, естественно, это станет огромнейшим скандалом, ударом, повторю, не только по Зеленскому Ермаку, но и по репутации Украины, которая, в принципе, нарушила все свои обязательства перед западными партнерами. В той операции, которая была выгодна нам и там, где нам помогали, но Зеленский сделал с Ермаком, ну, давайте так говорить откровенно, не Зеленский слил эту информацию русским, мы понимаем. Эту информацию, судя по всем косвенным и некосвенным прямым признакам, сливал именно Андрей Ермак. Именно он несет за это ответственность. Тогда встает вопрос, Андрей Ермак в этой ситуации кто? Он агент влияния Российской Федерации или он прямо завербованный? Или, может быть, третий вариант, как об этом намекают отдельные эксперты на Западе, что он является вообще кадровым офицером российских спецслужб? Тогда вопрос, как украинская контрразведка могла пройти мимо такого факта и назначить, позволить человеку с такой биографией, как Ермак, занять такой пост, как пост главы офиса президента. И вот если эти все намеки не будут услышаны, этот фильм, естественно, выйдет. И после этого разрозится самая настоящая буря. Поэтому позиции Ермака начали ослабеть. Об этом я писал в своих прошлых видео, некратно говорил. И сегодня рассматриваются варианты замены Ермака, в частности, на Данилова, секретаря СНБО. Также называется Кирилл Тимошенко и ряд других персонажей. Но у Зеленского есть очень простой выбор. Просто уволить Ермака – это не решение проблемы. Если действительно информация о причастности Ермака к сливу информации соответствует действительности, это требует создания такие временное следствие комиссии Верховной Рады и справедливого расследования. Не только в отношении Ермака, но также других персонажей, которые сливали эту информацию. Одним словом, скандал назревает просто грандиознейший. И самое худшее, что он нанесет, если Зеленский не прислушается ко всем, ему как бы предупреждают, уже намекают, уже просто последние китайские предупреждения все сделаны. Если он опять не прислушается, это будет мощнейший удар по нашей репутации, репутации Украины в глазах западных правительств и западных спецслужб. А этого, конечно, допустить нормальные президенты, ну не должен был ни при каких обстоятельствах. Одним словом, ждем сливов новых сенсационных, новых деталей. Мы видим, это сериальная тема запущена, постоянно какие-то новые детали идут. Вот фильм, который должен подготовить Христо Грозев и Беллингкет. Новая история с Василием Бурбой, вот это снятие с него госохраны и выселение захороняемого поселка. То есть это все вот пазлы, которые складываются, складываются. И по этой логике этого сериала должна выйти новая, следующая серия, а за ней еще одна. Перед тем, как в конечном итоге угроза будет приведена в исполнение. Я имею ввиду, сам фильм расследования таки будет доснят и показан всем зрителям, по всему миру разойдется. Это будет супер, супер сенсация, к сожалению, для нас, как для страны, с огромным, знаете, жирным, жирнющим знаком минус. И это все нам, к сожалению, готовят украинская власть и лично президент Зеленский, который за эту ситуацию несет самую прямую, непосредственную ответственность. Я же продолжу отслеживать для вас подробности этой истории, в том числе изучать ее по западным источникам. Буду эту информацию сообщать вам, уважаемые зрители моего канала. Спасибо за ваше внимание, за то, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, комментируйте, это поможет его продвижению в сети. С вами был Тарас Березовец.